Здравствуйте! У нас в гостях заведующий отделением Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия Сидиков Айрат Габитович. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, первый вопрос будет таким. На какие направления подготовки вы планируете объявить в этом году набор? У нас в этом году достаточно большой набор направлений. Основное, конечно, это направление истории, где имеются специальные профили. Кроме истории, это и археология, и всемирная история. Также у нас, кроме этого, по направлениям это этнология. Большой интерес вызывает направление, связанное с туризмом. Также у нас с этого года первое, одно из таких, наверное, попыток, опытов открытия в направлении истории и искусства профиля реставрация. Реставрация музейных предметов, и здесь также имеется конкретное практическое применение этих знаний. Вот, в общем-то, много разных направлений. Есть ли бюджетные места для студентов? Да, конечно. По всем практическим направлениям есть бюджетные места. При этом, наверное, вот в этом году только по истории искусства, по профилю реставрации здесь будут только небюджетные места для набора по этому профилю. А вот какие самые востребованные направления у нас? Как я уже говорил, традиционно большой интерес и самый большой конкурс это по направлению истории, по всем его профилям, вызывая большой интерес и при поступлении, так как эти знания носят конкретный характер, и с последующим трудоустройством, поиском работы это также вызвано. Мы также надеемся, что вопросы, связанные с музеологией и антропологией, где также имеются и дополнительные направления, то есть профили, извиняюсь, также будут возможности для поступления. А проходят ли студенты стажировку, практику где-то? Бесспорно для этого в институте созданы условия. У нас есть база практик по археологии, есть договоренности с ведущими предприятиями, производствами, школами, где есть возможность прохождения подобной практики. Поэтому для выезда в учебной части практики база института это позволяет. Также, кроме этого, есть возможность организовывать и стажировки. Стажировки не только в пределах России, но и за рубежом. У нас часто студенты-бакалавры выезжают для ведения своих тем в зарубежные страны, где также проходят стажировку. А с дополнительным образованием как дела обстоят? Дополнительное образование получило тоже у нас возможности для студентов достаточно полные. Одно из них связано с Международной школой археологических исследований, полевое исследование. Она проводится совместно с Академией наук Республики Татарстан и Академией наук России, с институтами археологии профильными. Она проходит летнее время в городе Болгарске, на территории Болгарского музея-заповедника. И привлекает не только российских, но и зарубежных студентов. И здесь они получают сертификаты о дополнительном образовании, что крайне важно для тех специалистов, которые приезжают. Но также для наших студентов и преподавателей, получающих дополнительные знания по истории археологии и реставрации. Такое полноценное разностороннее образование получают студенты. А вот все-таки где они востребованы после завершения обучения? Куда они трудоустраивают? Да, это один из самых вопросов больших и при поступлении, как эти знания можно применить дальше. И здесь надо сказать, именно те направления, которые имеются на нашем отделении, они традиционно очень практичные и конкретные. По направлению истории, по этнологии, это работы как в школьном системе образования. Также это работа в различных социальных структурах, в администрации, где также специалисты квалифицированы на проблемы, связанные с решением многих тем по сохранению наследия, по вопросам социального, по вопросам управления. Они находят свое применение и реализуют свою работу. Конечно, здесь нельзя не сказать о музеологии, музейное дело, и в музеях востребованы специалисты, крайне высокая и потребность в их работе. Также это касается и тематики, относящейся к истории искусства по реставрации. Также сейчас нехватка и ограниченность возможности получения образования по этим направлениям делает выпускников крайне востребованными на рынке труда. А востребованы, это понятно. А вот, например, на магистратуре могут ли остаться студенты после обучения? Да, у нас по всем направлениям и профилям есть специальные магистратуры, которые позволяют пройти и обучение, и в магистратуре. Но также надо отметить, что есть и аспирантура, после завершения магистратуры есть возможность приступить в аспирантуру по этим же направлениям и дальше повышать свою квалификацию и уже в научной сфере. Все-таки Институт международных отношений. Какие языки, интересно, изучаются? У нас, так как связано с направлением истории и всемирного культуры наследия, конечно, целевая направленность на языковую сферу представляет собой как дополнительное знание, крайне необходимое, крайне важное. И здесь у нас основной акцент, конечно, на английский. Но при этом по другим отделениям имеется возможность получать дополнительное образование и в ходе обучения, по мере подготовки в течение обучения в нашем институте, можно получить знания и по другим языкам. Это возможность для студентов института и учащихся в нашем отделении по этим направлениям, также имеет возможность дополнительно к концу иметь два и, возможно, и три языка в качестве знаний по ним и уже иметь сертификат о получении их обучения. То есть студенты сами по желанию выбирают языки? Здесь для них доп. образование предлагается и по программе отделения высшей школы передоведения там можно будет обучаться. Здорово. А в каких условиях все-таки живут студенты и предоставляются ли общежития? Это тоже очень важный вопрос, потому что когда приезжаешь, важно, где разместиться. И здесь вопросы по размещению с общежитиями в рамках работы института у нас вопрос решенный и не вызывает никогда ни затруднений, ни осложнений, и тем более условия проживания очень хорошие и комфортные. А вот сейчас вот прием идет новых абитуриентов, всех мучает вопрос, какие ЕГЭ нужно сдавать для поступления. Да, возникает иногда проблема, студенты хотят поступать, но у них бывают вопросы именно в связи с тем, что они сдали не те ЕГЭ. И при поступлении к нам это, конечно, история, общественное знание, это русский язык, это базовая ЕГЭ, которую необходимо сдавать для того, чтобы подавать документы на наше отделение. Ну, в принципе, с образованием, с условиями все понятно. А вот все-таки внеучебная жизнь студентов как протекает? Студенты вовлечены в многие проекты не только института, но и общественные проекты университета и города. Здесь условия обусловлены тем, что и сам университет живет яркой, насыщенной жизнью. У нас очень много различных мероприятий, направленных на студентов. Это различные конкурсы, связанные с повышением их знаний, это квесты по музею, это темы, относящиеся к олимпиадам по истории, по культурному наследию. Не только в самом университете, но и в российске. А также в связи с проведением большого количества мероприятий студенты в качестве волонтеров принимают участие и в международных различных проектах, мероприятиях спортивных и социальных. А вот в каких кампусах получают образование студенты? У нас основной кампус, он расположен на улице Лево-Булачная, 44. Отделение располагается в этом здании, и основные занятия проходят именно там. Хотя отдельные иногда занятия по спорту, они проходят в специализированных помещениях Казанского университета. Вот такой вопрос. Выше школа наук всемирного, культурного наследия, всемирного. Значит, студенты иностранцы есть, да? У нас иностранцы, студенты, да, привлекательные, но в основном это в форме доп. образования. Они приезжают на короткие сроки по отдельным предметам, которые вызывают у них интерес. Так как в нашем регионе, где Павловский университет объединяет специалистов, позволяющих раскрыть вот эти вот проблемы, вызывает у них большой интерес, и они обращаются вот по тем курсам, программ, которые с нашей стороны разработаны. Это и из Китая, и из США, из Англии, Германии. Они приезжают и преподаватели из Бельгии, Испании, Франции для работы и со студентами, и также подготовили специальные программы для Казанского университета. А вот иностранцы, получается, к нам приезжают, а наши студенты отправляют? Да, у нас регулярно есть стажировки. Вот у нас студенты проходили стажировки в Италии, сейчас он готовится в Болгарии, в Бельгию. Выезжали для стажировки, для обучения есть студенты, работающие в тесном контакте с крупными международными центрами и в Америке, и во Франции, в Испании. Поэтому здесь контакты и возможности самих студентов повышать свою квалификацию, при этом работая непосредственно с архивами, с материалами, с специалистами за рубежом, также достаточно обширны и разнообразны. И вот такой завершающий вопрос. Какие у вас планы по открытию новых направлений, может быть, каких-то? В последние годы отделения и кафедры провели большую работу. Был сделан анализ и по востребованности, и по возможности специалистов, которые у нас есть, и привлекаемых специалистов. Большинство профилей и направлений уже сегодня действует. При этом мы понимаем, что есть необходимость и потребность и ряда других тем. В частности, сейчас идет большая работа по открытию такого направления, как архивоведение и документоведение. Это мы планируем со следующего года выйти на вопросы по приему в этом направлении, так как специальность тоже сейчас и в прошлом являлась базовой. Это и умение работать с документами, хранением архивных материалов. Тем более у нас есть специалисты, которые в этой области работают. И мы надеемся, что она тоже начнет у нас работать. И те высокие квалифицированные знания, работа специалистов позволит подготавливать качественных и с будущим специалистов в этом направлении. А вот все-таки студентов кто готовит? Преподаватели? У них какая квалификация? У нас в отделении около 30 докторов, около 40 кандидатов в наук. При этом работают специалисты и приглашенные. Это член-корреспонденты Российской академии наук, здесь Божилова, на Польских. Они специалисты по этнологии, этнографическим исследованиям. Также у нас приезжают, как я уже говорил, специалисты из-за рубежа для проведения лекций, занятий по культурному наследию. И это создает не только возможность получить новые знания от специалистов, но выстроить и новые контакты для подготовки, обучения и за рубежом, для продолжения их подготовки и привлечения в работе международные проекты. Ну, носители языка тоже есть. Да, конечно, здесь у нас существование отделения по переводам, оно тоже создает очень серьезную базу для развития всего института. И студенты с отделения также имеют благоприятные условия для обучения и в отделении переводов. Ну что ж, можно завершить на такой хорошей ноте. Вот такой вопрос, чего достигли студенты за последние годы, может, в общественной деятельности, в научной? Говоря о студентах, наверное, здесь как-то об отделении сложно говорить, потому что студенты в институте, они все вместе работают и в конкурсах, и в студенческой весне. Вот призовые места последние годы занимают из нашего института. Они также участвуют в разных международных конкурсах, российских и республиканских, также получая высокие оценки, выигрывая и премии президента, и региональные премии. Мне здесь надо отметить, что это становится возможно не только благодаря тому, что у нас хорошие и талантливые студенты, но и преподаватели, которые вместе с ними работают и готовят для реализации этих проектов. Спасибо большое. На этом у нас все. В гостях у нас был заведующий отделением Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Сидиков Айрат Габитович. Спасибо. Спасибо.